Это следующий матч, который мы с вами смотрим. Победитель этой пары выходит на команду LGD. Матч пройдет также сегодня, также в формате BO3. Сразу же после этой вот встречи, которую мы с вами сейчас посмотрим. НГА забирают Шейкера Шедоу Шамана Свена. Уже три героя с большим количеством дизейблов. Как у Шамана, так у Шейкера дизейблов больше одного. Свена просто есть стан, это уже делает его, скажем так, опасным персонажем. Ну, плюс сам по себе Свен весьма неплох. Плюс он будет играть против Death Prophet, против которой важно иметь дополнительный армор с Варкрая и ГДС, который позволяет Death Prophet быстро убивать. ВГДжей отвечают Faceless Void, опять-таки героям хорошим против Свена. Но вот не сказал бы, что Шейкер прям реально хорош. Что Шейкер, точнее, прям плох против Faceless Void, он наоборот хорош против него. Потому что может фиссуру там в хроносферу кинуть и задизейблить Void, это достаточно серьезно. Так, Форс, здорово, меня слышно. Да, здорово, тебя слышно. Все, все, кайф, всем привет. Я снова забыл включить звук, я тебя не слышал даже, и потом понял, что что-то не то. Что-то не так, да, пик идет. И летать, не знаю, я сижу, короче. Ну, в принципе, было лучше, когда звука не вал. Герои появляются. Кстати, Doom. Вчера Doom был. Вчера Doom был, это была жасть. Притом, там был Doom против такого кастера по типу Devour, и, поверь, это было просто жестко. Doom хороший герой. В принципе, тоже Doom против Death Prophet это очень неприятно будет. Да и против Void, по факту, если Void не кастует свои хроносферы, то герой уже не такой полезный в драке. Будет. Да, Doom. Doom на сложную линию для NJ Gaming. Только вот что, милишников многовато уже. Три милишника. Ну и против Faceless Void, да, все это. Ну, Шаман тоже, знаешь, такой рейнджевик, что как бы и не рейнджевик в офисе. У него очень маленький радиус атаки. Вот, и тут против Faceless Void, и Earth Spirit, и Лича тоже, да, играть будет, наверное, милишниками не очень комфортно. Однако, все не так плохо. Посмотрим, как Лайна вообще расставит в ЭГДжей. Лича и Faceless Void это очень сильная комбинация героев. Ее можно вообще отправить в сложную к Свену. И как-то повоевать там, отнимать у него фарм. Вот, а на сейфлейн взять что-то, что способно стоять против Дума один на один. Например, Манки Кинг. Которого так любят у нас на современной сцене. Ну, действительно, Чоп его не любить. Герой стоит один хорошо, в мидгейме крут, в лейте крут. Тут... не вижу смысла его не любить. Ну, я смотрю, такой Вичу Гейминг Джей, конечно, Тандер состав именитый. Вичу Гейминг Джей вообще открыли два состава. По-моему, впервые такое, что открыли состав и в Китае, и в Америке. Тандер и Шторм. Да, я вот тоже их... Я вот тоже их спутал сначала. Когда говорил в самом начале стрима, кто должен играть, сказал, что будет ВГД Шторм, но потом сразу же исправился и сказал, что это будет ВГД Зандер. Ну, потому что тоже, как бы... Если переводить Шторм это Шторм, да, Зандер это Молния. Как бы Шторм, Молния где-то такие близкие по смыслу понятия. И вспомнил потом, что они действительно открыли второй состав в Америке. Ну, а тут у нас, да, действительно, очень известные ребята. Гост Сайлар. Думаю, люди, которые следят за китайской сценой, таких товарищей знают. Ласт пик у НГА. Им нужен герой в центр. Против Death Prophet. Мне нравится Лина, мне нравится, в принципе, какая-то Queen of Plane, возможно. Вариантов просто огромное количество. Можно брать все, что угодно. У НГА сейчас пик хороший с той точки зрения, что много станов, очень много дизейблов. Есть дэмэдж, есть тавер дэмэдж. Вот. И НГА могут себе позволить забрать, ну, просто какого-то героя, чтобы Лайне проиграть, да. И таким героем, в принципе, Зевс будет являться. Только Зевс немножечко уязвим против Earth Spirit. Если Earth Spirit Роллинг Болдером попадет, он его убьет. Вместе с Профеткой. Да, Зевс вообще на контакте это не очень хорошо. Здесь есть герои, которые очень быстро к тебе могут подойти. Это и Спирит, это и Войт, это, в общем-то, и Манки Кинг. А в контакте Зевс у него шансов всегда мало. Все-таки он должен стоять в такой оптимальной позиции в драке, чтобы его не трогали, чтобы он кастовал свои скиллы постоянно, там, раз 20-30 за драку. Кастанул что-нибудь. Ну, Манки Кинга посмотрим снова. Да, герои уже так 100 появляются чаще и чаще. Мы уже даже не удивляемся, что он появляется на позиции кэри как-то уже. Ну да, Манки Кинг. Ну да, стандартный. Там Диафуза какой-то, либо Дезолятор, либо БФ покупает. Да, в Китае прям любят БФ на Манки Кинге. Вот сколько видим Манки Кинга все время, какие-то БФ у них появляются. Ну, здесь, наверное, Диффуз будет получше, потому что Свен, его надо лишать Варкрая. Вот и Манки Кинг без Диффузов тут смотреться будет слабенько. Диффуза нужны обязательно. Ну что, посмотрим, что из этого получится. Шейкеру пулют Варды. Он с телепорта и со смоком выходит в топ. Сейчас натыкает тут Вижена. Ну, они кто-то не спалят. Спаун, как я понимаю, заблочил. Да. Должен в будущем этот Вард убрать. Понятное дело. Да, идёт на мид быстренько. Тут уже на миде тоже может поставить какой-то ещё один стандартный Вард. Ой-ой-ой, Фейт. О, близко. Но друг друга не спалили. Или спалили, слушай. Это кто-то мигает прям. Прям вот на вот эту вот точку. Я не понял, это была либо Дес Профит, либо Зес. Просто у них цвет иконки почти один и тот же. Да, да, да. Не сразу можно понять, кто помигал. Кто вообще понял, что произошло. Резинт или Дайер. Ну, узнаем, я думаю, в ближайшее время. Дайер поставили стандартные Варды. Вот этот, правда, немножко такой... Немножко такой нетривиальный. Задивардят, нет? Вроде бы у шамана сентри Вард есть, но он не торопится его использовать. Вот большой спаун... Свободен, маленький спаун заблочен. Ну, рунами ребятки разменялись. Ничего сверхъестественного не произошло. И смотри, ставят даблу, фейслосвоид. И лич в бот. Слушай, вот ты как приходишь, прям вообще стрим идет как положено. А то я один тут комментировал, вообще чуть не уснул. Столько там напутал всего. Все будет хорошо. А тут сразу и пик угадал, и лайн угадал. Идеально. Распирит вкатывается в топ. Хочет заблочить думу спауны. Но не заблочить. Надо было вот этот хотя бы заблочить. Ну, это нормальный крип для фарма. Так-то есть. Волк, это, конечно, не какой-то сатир, но зато можно и наковылять этому Распириту. Критулечку-то выдать. Ну да, Волк это серьезный баф. Плюс 18 урона сразу. 61 плюс 18. Да, то есть, если бы сейчас был какой-то вот этот Урса, то это бесполезно, конечно, крип. Ничего себе особо не делаешь. Ну там чуть побольше скорость атаки у тебя появляется, чуть удобнее ластхитить. Но в целом, да, герой не приобретает ничего. Ну да, ну, наверное, самый юзусная лейн это какой-то Кентавр из больших. Да, Кентавр это самый плохой крип. Из больших. Стан тебе не нужен. А тут, да, хотя бы какие-то ауры есть. Здесь вообще аура ластхит. В принципе, можно вот так пока постоять и крипов подобивать. Интересная, да, дота-тема? Был бы здесь сатир, совершенно была бы другая страничка. Не, абсолютно, абсолютно вот рандомный лайн на думе очень часто может получиться. То есть, смотри, тебе могут заблочить спаун где-то в одной точке, а в другой точке у тебя какой-то фуфлыжный крип заспавнился. Ну и все, и ты лайн проиграл. Как бы и... Тебе тяжело, по крайней мере. Да, а если там появляется сатир, который дает тебе хп-реген хороший, ты еще на лайн вышел с большим количеством хп-регена, да, которые ты там покупаешь на базе тангов, ласточку купил себе, колечко на броню себе взял, потому что, думаю, брони как бы нет. Ему колечко на броню нужно обязательно. Вот, и стоишь себе в крипах ластхитишь, что-то там динайд пытаешься, дамажишь врага своего, и все у тебя классно. Такой очень вариативный получается. Что мы слышим? Ну и ладно, тут атака, кстати, смотрю на Зевс, довольно серьезно. Зевс пытается откидываться, как-то, но ман у нее нет, есть фиссура, Зевс на один удар. Ну, слушай, пока живет, поэтому вопросов нет. Если бы Зевс погиб, тогда была бы проблема, а так Зевс выжил, нормально, все окей, есть боттл и нормально. Да, Зевс может не пережить следующую атаку, Дэс Профит своими сифонами серьезно замедляет, Юр Спирит вот под орбов Веномом, под Роллинг Болдером, просто не дает Зевсу отступить. Если б не Шейкер, то враг бы смогли сделать. Еще раз вкатывается Фейд на Роллинг Болдере, но в этот раз не попадает. В боте тем временем СВН кастует Варкрай. Большого количества крипов он не досчитывается, потому что их съедает Лич. Сейчас надо арморчик вкачать на третьем уровне. Ну, можно на четвертом, конечно, арморчик вкачать, но если вкачает на третьем, то Войду вообще тут ничего не сделает на этом лайне. Вкачал Сакрфайз. Ну да, на четвертом возьмет. Очередной выход сейчас в мид будет. От Эрспирита. Ну, тут за спиной Шейкер. Да, Шейкер, понимаешь, что отсюда лучше не уходить, иначе Зевсу будет очень плохо. Да и куда Шейкер деваться? На топы, и особо не надо. На ботом тоже вроде как Свену там нормально ставить вместе с Шаманом. Более-менее по таврам, уж точно. Стоишь, можешь какие-то стаки поделать временами для Свена, они не помешают. И Эншентов, и просто обычные любые стаки сделать. Рунки по контролю, да. Тут на Шейкере, и правда, особо-то никуда выходить не приходится. Можно в топе немножко помочь Думу, но Дум вроде бы там и так себя довольно неплохо ощущает. Хотя я удивлен, что он ощущает себя неплохо, потому что Манки Кинг с Думом разговаривает довольно-таки просто и незамысловато. Ну смотри, тут даже смоук и саппорт Шаман пошел на топ. Ну потому что слабая точка у ВГДжей в топе. Ну да, ну возможно просто уже есть информация об этом, что Шамана подозрительно нигде нет. Крипы вроде никуда не отводятся. Ну вообще, такой ганок достаточно тяжело прочитать, но Гост похоже читает. Ну пока мы не знаем. То есть он щемится, прыгает по деревьям, но может он сейчас внезапно выпрыгнет и его тут схватит. Пока не ясно. Ждет пока, видимо, чтобы хоть кто-то на карте открыл свой саппорт, то подозрительно ни Шейкера, ни Шамана не видно. Это всегда пугает. Да сейчас и Свена не видно. Ну вот смотри, Зевс забрал баунти руну и это как бы говорит о том, что как бы, ну, обычные саппорты забирают. А тут саппортов нет. Да, так вот позиция, где Зевсу надо идти, но немало времени все-таки сюда дойти, назад. Зевс бы просто так сюда не пошел. Да, поэтому стоит Манки Кинг, попрыгал, и уже, например, все понимает. Да при этом, слушай, Шамана можно... Ну, Шамана видит тут уже, да. Да, прыжок есть на Шамана, но будет контратака, надо сразу же Писсуру. Шаман будет связка. Шаман пошел связочка. Есть булыжник, есть палка, Фракула пошел. Манки Кинг пока живет, надо упрыгивать, но тут надо уже драться до конца. Другого варианта нет. Воюй до конца не воюй, так как хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И прыжок, удар. Это уже 2-0. Ну и думайте, если уже ничего не сделает, уходит Гвозд просто назад. Да, Манки Кинг, это Манки Кинг, извините, тут герой все равно сильный. И Джингу Мастери, это пассивка, которая дает немало вампиризма. Даже несмотря на все многочисленные фиксы. Да, старый Манки Кинг, наверное, под Джингу Мастери, если бы Баундлесс Трайк стал, вообще бы до фулл хэп бы отхилился. Тот Манки Кинг, который вышел на 7-0. Скорее всего, так и был бы. Да, потому что он был какой-то совсем, откровенно говоря, имбалансный. Он сейчас-то, честно говоря, не сильно честный, как мне кажется. Хотя многие команды могут найти к нему подход. Будут Манки Кинга нерфить. Его сначала занерфили на саппорт позиции, да, в итоге вместо саппорт позиции его стали брать на корр позицию. Вот, и он нашел себя именно как Керри. Зев забирает Аркин Руну, приходит в бот. В общем, какие-то странные ротации позволяют себе НГА убьют. Прокаст. Зевс не делает фраг, но тут таймволк и Фейслос Войда проживает. То есть, две ротации от игроков команды НГА были провальными. То есть, они вышли в топ, не убили, отдали Феррес Блад и даблкил Манки Кингу. Вышли в бот с Зевсом, попытались убить Фейслос Войда, тоже ничего не получилось. И в этот же момент Шедоу Шаман в центре погибает. Ну, пока все неудачно складывается. Ну, там, ладно, Манки Кинг не даблкил сделал, там один фраг достался кому-то другому. Лечу. Да, лечу, достался фраг. В свою очередь, ВГДжей в смоке выходит. Да, смок. Притом, я думаю, что если получится убить, то сразу же Экзорцизм или даже сразу Экзорцизм и уже может заходить на пуш. Чужие эти способности. Нет, пока Сифон, Сворм, Экзорцизм, да. Терсы убивают и быстренько начинают это пушить. Шекер в этот раз уже никак бы не помог, потому что много было способностей использовано. Ну и заход на башню, да. Пока все под контролем, ВГД. Смотрю. Все у них пока получается на всех линиях. Даже Войт фармит. Да, все фармят. Все ВГД. Тандер фармит. Фармит круто. Ну, Войду особо много-то и не надо на линии. Главное, что он помешал Свену и получил ПТ, топорик и Пурманшилд. То есть Войт сейчас по кулдауну хроносферы может куда-то выходить эту хроносферу использовать, делать фраги. А в свободное от тимфайтов время может там уходить в лесочек пофармить, да, например. Чтоб его на лайне не загангали. Он уже лесочек спокойно фармит. Причем как бы в лесу он не намного меньше фарма получит, если будет хорошо фармить правильно. Да, то есть там до новой минуты сфармливать пачку, отходить, чтобы спавнилась новая. Будет вообще прям все хорошо. Дум использует свой ультимейт на Манги Кинга, но Джангу Мастери заряжается и это не сильно спасает Дума. Всящем в 7 холлах. Шейкер утром просто стоит. Уровень 4. Девятая минута. Можем на Творс а то мы перейти. Тут уже по Крипстату все понятно. Да, видишь, Шейкер вообще не проявил себе нигде. Так получилось. То есть для Роумера статистика 0 1 0 или там с большим количеством смертей она просто Очень Неподходящее В боте используется чайник Два игрока щемят трех Даже четырех Используется ульзивса Но что лить, что фейслос войд выживают Да, это как на самом деле очень странно получается Тут даже пять человек было Сюда войд приходит, просто убивает с хроносферу Уходит спокойно назад, там шок какой-то Но учитывая, что тут такое смещение прям сильное Мы видим, что на центре фарм На топе фарм команда вича гейминг Джейтандр просто стоят И никто не мешает Ситуация уже близка критической И по экономике, да и в целом по ситуации на карте Что происходит? Нужно как-то действовать Хотя бы какое-то убийство сделать на коре И вот доспрофит это цель Но как инициировать, пока не совсем ясно Инициировать нечем Тут в идеале блин дайгер Свена нужен, шейкеру Даже может быть и шаману бы он не помешал Я уже фантазирую больше Шаман дайгер, наверное Свой видит только в каких-то В сладких снах В то время, когда в таверне сидит Потому что тут ему до этого дайгера Я не знаю, тут надо перевернуть ситуацию на карте сначала И то это не позволит шаману быстро купить блинк Ему надо варды покупать Ему надо смоуками команду обеспечивать То есть ему тупо некогда Фармить этот блинк И нечем И негде Элементарно Покупает тебе книгу шамана Для того, чтобы варды поставить в топе Сейчас Сайлор прожмет экзорцизм Заберет тир-1 вышку Шадо шаман в этот момент Книгу себе, кстати, еще не притащил Да-да, тащит книгу Но у него будет шестой уровень, определенно Надо вышки позабирать, чтобы Шейкер купил себе блинк как можно скорее Будет ли Шейкер покупать арканы, мы не знаем Вроде бы уже поздно Скажем так, ну Ну, вроде копит, пока не знаю Надо сейчас подумать, покупать У меня все-таки уже выходить в блинк Наверное, в блинк надо выходить Арканы тут не помогут Соперник начинает очень сильно давить И... Тут только блинком можно будет как-то изменить Ситуацию Ну, может быть и купит арканы Посмотрим Сейчас все зависит от того, как в боте подерутся НГА Хорошо или плохо Ну да, в боте драки не будут Вот на миде, я думаю, будет Шейкер в миде, да Маков, Doom есть на Войда Но Войда пока еще и без ультимейта В общем-то, хотя может быть он и погибнет Да, здесь ультимейт Ну, задинает его Поддинает Нет, его никто не динает Там летел просто булыжник Не по шансам Сифона висит на шадо шамане Пытается прососайлор отсюда убежать И это не получается сделать Ну, потеря неприятная, конечно Строго странно Но сейчас появится в очередь 20 секунд Doom не будет А вот хроносверка будет И тут драка будет за мид Не совсем равная Я думаю, что Вич и Гейминг-Джей Могут башню легкостью забрать Ну, посмотрим Пока сами МД идут по миду Ставят варды шамана Есть армор от леча, но Тавр страдает Допустим, как-то ребята Пойти на шарань Подригениться и идти драться Смолк, нажимают Все, надо убежать Райзен там И подальше отсюда Очень приятно ружно спавнится для Зевса Для будущей потенциальной драки Может быть Очень полезно Идут убивать Свена ВГДжей Свен С телепортом, но он в кулдауне Бежит, вот он прям в лапы Игроков кулдауна ВГДжей А ВГДжей от них убегает Но вот только сейчас замечают Свена Роллинг Болдер Кривоватый Он все равно может прыгнуть В теории Хотя Подвышку уже Да, там уже Слишком глубоко Было бы Тут основной дэмэдж От команды ВГДжей Это чайник Лича И когда ты в одного героя Кастуешь Хроносферу То чайником особо дэмэджа Ты не нанесешь Как ты понимаешь, да? На скане НГА ловят своего соперника Сейчас, возможно, попытаются Принять бой Что они видят? Они видят Ровным счетом Ничего Только Сайлора И Айо Шамхан Ха-ха Вот тут он зашел Нормальная тема Получилась Тут выходит Дум Нажимает Барабаны Войд Таймгалейшн Прокает Башек Ещей на фроз Надо чайник бы еще Личу Закинулась в идеале Связка на Войда Войд успеет И поставить Тут что-то Не успевая Чайник полетел Размяпок 1 в 1 Можем убить и шамана Шаман под нагнетайзом Да, тут не по шансам Никак И надо быстренько Допушить и башню В идеале Но нужно быть поаккуратнее Доспрофт уже есть экзорцизм Есть худ И башня падает Или нет Или нет Или нет Или нет Сейчас бы блинк Туда ворваться бы Ай-яй-яй Ну и врывается госп Пока на Зевса Зевс должен падать Да, там апается Джингу Мастер И пассивочка Башня падает Зевс погибает 2-9 Очень побитые Но живыми Уходят Вич Гейминг Джей На Ближайший шрайн Да, чуть-чуть буквально Не хватило Ну Свена не хватило Просто-напросто Мне кажется В этой драке Он дофармливал Свой блинк в топе В этой ситуации Он бы там всех развалил Скорее всего Если бы дал ГДС И нажал бы МОМ С Варкраем Там, чтобы экзорцизм Дамажил Поменьше Потенциальный Который Сайлор Мог бы прожать Но он в итоге Не прожал, конечно Но тем не менее Да Если бы там Завязалась серьезная драка Свен Мог бы быть Весьма полезен Контрольный ульт Одесса Экзорцизм Остается у Сайлор В принципе Можно идти вниз Там башня Немножко-то уже Побитая И в принципе С экзорцизмом Ты ее полностью Разрушишь Тем более Ты еще и клиент Есть внизу Который любезно Вышел Успеет ли Сбить ему Телепорт Нет, не успевают Думаю Даже Фей даже Не стал пытаться Использовать Болдер Смэш Но у него Последний камень Остался Не хочется Разбрасываться Просто так Камнями Как ты понимаешь Как дела у Шейкера Шейкер купил себе Все-таки Аркан Тапки Имеет третий Афтершок Так что Блинк он все-таки Дофармит Так что да Аркана в таком случае Если ты максишь Фиссуру То наверное В такой ситуации Лучше было бы Блинк добрать Но Сейчас Фиссуру На Шейкере Практически Никто не максит Даже Саппорты Четвертой позиции Качает Афтершок Чтобы как можно Скорее Можно было бы Фармить Блинк У Свена Могут быть проблемы Он прожал ГДС Прожал Варкрай Но тут Сайлар Его и улет Крип Очень неудачный Дизейблен Фиссурка хорошая Да, фиссурка отличная Арспирид Арспирид катится дальше Его пытаются Бить на развороте Получается Делать все очень круто Чайник вообще В никуда По сути Но вот Арспирид Немножко не рассчитал Что он полетит А тиммейт А тиммейт Это как Пойду за тобой Никак Получилось Да А тут Ну хотя бы Отогнали от стака В принципе Какое-то время выиграли Хотя Шаман сейчас делает Видимо еще один стак С удовольствием Превеликим И все равно Это в будущем зафармится БФ Манки Кинг Уже готов 15 на минуту 55 секунда И кстати На Манки Кинга Тут готовится Небольшой выход Упрывается Свен Дает стан Нажимает мол Манки Кинга пробивает Ну как-то Смотрится очень смешно Урона вообще не было А вот Свену Может быть не поздоровится Войд уже близко Войд прыжок Хрансфера Ставится Краешку Все-таки Свена Закрывает Здесь Зевс Экзорциза Модус Профета Очень больно Свену Свен еще и под сейфонами Стан дает по Троим Но только то 0 Еще и врыв На Зевса Его тоже находят Зевс без какого-либо Эскейпа погибнет Очень быстро Удает ультимейт Он погибает Хекс Нерпспирит Роткрыт пытается убежать И это делает Вполне успешно Сайл разве дальше Есть это Слэм Поличу Лич погибает Тут тотема Шрайн работает Дум пытается регениться Но Долго это не продолжается Погибает Дум И должен погибнуть здесь И Шаман Ну хотя бы разменный Роскрыт он Погиб Трипл килл для Сайлора И будет падать Еще и башня Суммарно 2 в 4 В пользу команды Вич гейминг Джей Тандер Более чем хорошо Размейнет Придачу Тут тяник Получили Там стаки Ой-ой-ой Посмотри что Гост творит Он забирает Так много стаков Сейчас у Свена Правда почти погибает Он должен Должен жить Жирных крипов Оставил Вот это стоило того Чтобы купить БФ Я думаю Часть даже Эти вот стаки Он там нормальный денег Ну скорее Скорее Сайлор Наверное больше получил По прибавке К золоту Самых дорогих Может зафармить Хотя с трудом Это делает Могли бы сюда прийти Все компании Не знаю почему Проигнорили Отсюда уже уходить надо Сайлор Что смог То добил А остальное Пускай будет Ну тут было Три стака Если я не ошибаюсь Осталось только Два крипа Большой голем И маленький голем Шекер близок К своему Блингдайгеру С молки Выходит НГА В надежде Поймать Хоть кого-то Здесь Они не видят Сейчас карту Достаточно Хорошо Чтобы Целенаправленно Куда-то бежать Поэтому ищет Видит Селепорт Фейслос Войда Свен ошибается Ну не ошибается Просто не успевает Это не ошибка Уже привыкли мы Комментаторы Сразу хаять Игроков Да Если там что-то не так Кто-то ошибается На самом деле Тут никакой ошибки Просто не было Вижена Не было возможности Быстро добежать И Игрок сделал Топаут Такие дела Как Развивается У нас Фейслос Войд Фейслос Войд Первым слотом Купил себе Блинк Это Отличительная черта Оффлейн Войда Да Которая его Выделяет Среди кэри Войдов Потому что У тебя и так Есть кэри Если ты Оффлейн Войд Ну очевидно Да И тебе достаточно Покупать какие-то Вспомогательные вещи Тебе не обязательно Собирать что-то Прям сразу На урон Как это делают Другие Войды Они берут себе Шэдоу Блэйд Берут Диффуза Манту Прям сразу Кто-то делает Линку Ну линка Это все-таки тоже Да Там Какие-никакие статы Escape Которые позволяют тебе В хроносфере Не оказаться лишний раз Задизебленным И нанести парочку Ударов дополнительно Вот Ну и плюс На тебя не напасть Ты можешь Таймволк использовать Восстановить хп Хардлайн Войд Может позволить тебе Купить блинк И Владмирс Например Чтобы помогать Команде ауры И ставить хорошие Хроносферы Не просто в кого-то Одного Там в двух В трех игроков Постараться Ультануть Вот Ну а в дальнейшем Решил Фейслос Войт Покупать Диффуза Одни Диффуза На команду Нужны точно Манки Кинг Все-таки забил На Диффуза Хотя На Манки Кинге Диффуза Смотрится просто Супер круто С его Вукон-командом И Против Свена Было бы Весьма кстати Внизу Видят шамана Расперед Сюда бы плюс один И в принципе Можно подраться Было и плюс один Идет Это Лич Правда Лич сейчас по вардам Пройдется Слишком опасно Уже Вкатывается Расперед Магнета Издает Выходит Сюда еще и Лич Чейнфрос Чайник И уже Дум Пытался кастовать Ультимейку Потому что это бесполезно Просто потратишь способность Ну максимум Бьешь Лича Но это такое себе И в итоге Шаман погибает Шаманар с арканами Дальше планирует Купить себе аганим И кстати нормально Так денег уже поднакопил Тысяча сто золота Аганим на Шедоу-шамане Весьма Хорош Сейчас Я помню Когда-то мы с тобой Комментировали Квалификации К Седьмому Интернешнл В Китае И там Все шедоу-шаманы Как один Покупали эти аганимы Мы говорили Что Вот можно было бы Какие-то другие вещи Купить более полезные Но в тех играх На самом деле Так и было Потому что Была немножечко Другая мета Все-таки После интернешнл Стали пикаться Определенные герои Определенный характер Да Определенный рисунок Стало приобретать Каждая игра И На шедоу-шамане Как-то стало Мне кажется Играть Более комфортно Вот поэтому Можно шедоу-шаманам Пытаться Рашить аганим У него на 20-ом и 25-ом уровне Весьма неплохие таланты Для Вардов Существуют Там Плюс 4 варда На 20-ом уровне Дэмэдж просто колоссальный Если у тебя еще аганим есть Драка затягивается Варды хотя бы по Три залпа Каждый успевает сделать Ты успеваешь Просто бешеные цифры Какие-то дома Ого Этимешка заигрался внизу Прям стоит фармить Вообще ничего не боится Но так нельзя делать Так делать Ни в коем случае нельзя Да Прям под вражеской Т2-вышкой Бывшей Которая тут когда-то стояла Фармил Фейслос Войт На 21-ой с половиной минуте Приобретает Блинг Шейкера Но надо сказать Что это довольно поздний Поздний Блинг Дайгер Но главное Что он появился Вот В чем Сила пика команды Радиент В том что У них огромное количество Дизейбл То есть вот они Вроде бы как Проигрывали начало Да А потом соперник Себе позволяет Какой-то Ну Какую-то лишнюю наглость Да Вот как Войт например Фармить Вот так вот далеко И ты просто выходишь В смолке Даешь хекс Даешь дум И убиваешь И все Тебе не надо ничего Выдумать И не надо как-то Круто комбить скилл Вот там Предыдущую карту Играли вичи гейминг Они знаешь что сделали У них не было Ни одного Дизейблера нормального Дарксир купился Доминатор Переманил Кентавра И Сурджил его Чтоб он бегал Типа и под вакуум Стоит Ну согласись Это не очень просто Сделать А тут как бы Намного легче Подходишь Даешь хекс Даешь шеклз Дум и все Игрок умирает Рошана правда В этот момент Забирают игроки В ГДжи Зандер Это должно Наверное Немножечко расстроить Джайерс Ботом Тауэр Играли вверх Купил себе Пойнт Бустер Шаман Талант Взял себе На хп 1500 хп У такого Шамана Это много У него Надо еще И покидать Скиллы Чтоб забрать Чтоб забрать Джайерс Ботом Тауэр Нужно помогать Ну поконыш Небольшое засище Такое происходит В игре Уже и так Последние минут Наверное 7 Там буквально 2-3 убийства Было за игру Там шамане Наводите Все Больше ничего То есть Такое полноценное Драке 5 на 5 Мы уже давно Не видели Вот сейчас Да Есть хроносфера И Подраться Можно Было бы Игрокам Вгджей Зандер Они могут попытаться Найти Экзарцизма Правда нет Я думаю Без экзарцизма Они хотят идти Потому что Вы подеретесь Но пушить Все равно Сможете нормально По крайней мере Какую-то локальную Драку Можно устроить Дум с Шедоу Блейдом Он сейчас Заметил Фейслос Войда Заметил Манки Кинга Манки Кинг С Праймал Спринга Фармит Крипов Думу тут Нужна помощь Чтобы Фраг какой-то Сделать Все-таки Делает Паут Может Смоук Да Смоук Будут заходить Будут заходить Пытаться Убивать Пытаться Нападать Аегис У Манки Кинга Поэтому На него нападать Наверное Нежелательно В первую очередь Надо стараться Убить Дес Профит Ну или Фейслос Войда По возможности Ответный смок Использует ВГД Зандер Тут появляется Акторин Кору Дес Профит Контрольный ульт От Зевса И Понимают Ребята из НГА Что Соперник В смоке Находится И готовится К атаке Но в ГД Решили просто Мид забирать Судя по всему Через экзорцизм Чуть-чуть Правда Не хватает Целару До 18 уровня Очень обидно Будет прожимать Ульт прямо сейчас Но Что поделать Что-то мне подсказывает Что НГА Тут хотят Подраться Дождаться Конца экзорцизма И Ступить в бой Позиционка Окончание экзорцизма Прокачки Не самая привычная Для меня Там Такой Просто Именно Кэрри Вариант Там Без диффузов Без изолятора Сэнжин Джиаша БФ Аегис БКБ Даже не знаю С кем героя Можно сравнить В матчмейкинге Не привыкли К такому В матчмейкинге По-прежнему Собираются Через саблю Через саблю Диффузать Изолятор Как-то так Кто-то Шадоублейд Приобретает Ультует Зевс В боте Разворачивается Драка Дэспрофит Заперли Под думом В вардах Шадоу Шамана Вот Неприятный момент Когда ты получаешь Дум Ты не можешь Использовать артефакты И Из вардов Шадоу Шамана Не можешь выбраться Ну то есть Так ты можешь Фейзе нажать Убежать А Так у тебя Под думом Нет возможности Этого сделать На Шадоу Шамана Контр-атакует Вгджей Должны его забрать Выпрыгивает Фейслос Войт Ищет кого-то Здесь Кого можно было бы Подцепить Хроносферой Но Свен уже слишком далеко И К тому же Отсюда еще и Дум уходит При помощи Топаута С Шадоублейдом Детекшена не оказалось Судя по всему Не смогли там Ничем сбить Лич Манки Кинг еще появляется И Талант И Сэнш Надо действовать Манки Кинг сейчас Особенно силен Прям вот у него Потенциал для драки Максимальный Вот для такой минуты Слишком много он купил Слишком много Опыта он получил За игру Гост будет Невероятно силен Вплоть до 25 уровня Ну и какое-то время после Да Пока у НГА не будет Хороших вещей Не будет такого же Высокого уровня Как у этого Манки Кинга Там Дополнительный крит На Баундл Страйк Вот И вгджей Наверное Должны стараться Навязать сопернику бою Вот они Пока просто Бесцельно Передвигаются по карте Ничего не пытаются сделать Тем временем Зевс уже купил себе Аганим Зевс 16 уровня Он наступает Дес профит Целых 2 левела Что довольно много Но Ребят Это Зевс Зевс нажмет 4 кнопки С нимбусом Да Имеется ввиду Ульт Нимбус Чайник И верхнюю И демаджа Нанесет так много Что мало не покажется Поэтому Не стоит его Недооценивать Хотят вгджей Зайти на хайграунд Попытаться По крайней мере У них только что Закончился Аегис Вот как раз Вот это может быть Не самая хорошая идея То есть Все 28 минут Ребята играли Пассивно А сейчас Они пытаются Что-то выдумать Врывается Врывается Фейслес Войд Дает Тем Делейшн Да Просто Потратили Экзорцизм Ну да Нимбус Склдауна Поменьше Будет Чем экзорцизм Главная Проблема Так-то Нимбус Можно будет Спамить 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 Бесконечно И Так вот Заходить Просто Не получится Надо будет Начинать Через драку Именно Чтоб Войд Врывался И уже Заходить Сразу На хайграунд Драться Там Если есть Смоук У НГА Идеальный момент Для того Чтобы его нажать Вот прямо сейчас Линии Относительно Отпушены Сейчас Шедоу Шаман Даст Еще одни Молнии Боти Вместе С Зипсом Тут все Доломают Ребята Нажать бы Какой-то Смоук Выйти Подраться Прям Самым Правильным Было бы Решением На смоуки Судя по всему Все уже Были Использованы За 30 Минут Дум В инвизе Смотри Бежит на Мимбусом Это фраг Вот так вот Понемногу Понемногу И в принципе Преимущественно Все Газ водит на 0 Потому что Вичи гейминг же Преимущественно Умели Но почему-то В последнее время Вообще Перестали действовать Просто на какие-то Соло убийства И то Отвечали НГА Не хуже Чит то что Не отставали по золоту Конечно Фармить можно бесконечно Но Свен тоже Может нафармить Шесть лотов И нормально Показывать себя Против МК Я думаю Это понятно Свен С шестью Порой все равно Против кого он играет Пусть даже Там есть герои Которому Которые Против Свена Достаточно хороши Да Или артефакты Которые Вот смотри 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 Что тут происходит Тут телепортируются Ребята Прямо под Эхэслэм Но они конечно же Ничего не видели И их тяжело Обвинить В том что они так сделали Да Но Забавный момент Получился Но они сами Отдали преимущество Все Они просто не шли Они не шли драться Они просто фармили То есть у вас преимущество Вы вроде Таких героев Оппонента Там Азевса И того же Шейкера Но по факту Вы Вы никак это не использовали Все По итогу мы видим Что немножко все меняется Меньше тысячи уже За Вичи Гейминг Появляется артефакт Там уже Шейкер Уже Форстав Блинк У Шамана Уже Аганим Вот вот будет Готов Да все Он покупает его Ну вот так вот Не хочешь убивать Будут убивать тебя Потому что видимо Он говорит Войд Надо Элинкенсферу Купить Нужно еще что-то купить Но так не так Конечно Выиграть будет трудно Трискорость атаки Берет себе Свен Мог бы взять В теорию уклонения Все-таки Там пока МКБ тоже не планируется Его класть уже Даже некуда особо Но взял Атаку себя Свену самому Скоро нужно будет МКБ приобретать Потому что Манки Кинг Уже показал Талисман оф Эвейджен Можно судить Можно судить О том Что Гост Забирается Купить именно Бабочку Да Не какую-то там Лебарду Все-таки он Керри Он фармит Быстро Ему надо Дорогие слоты Хорошие Покупать А Лебарда Тут наверное Хоть и Хорошо зайдет Против Свена Но не сильно Нужна Конкретно Манки Кингу Вот какой-нибудь Терр Спирит Может себе позволить Купить Лебарду Или Лич Если захочет Но не Манки Кинг Вот должен Заспавниться Очередной Рошан В ближайшее время ВГД Наверняка Захотят его забрать Это может Будет каким-то Катализатором Для того Чтоб на этой карте Хоть что-то Начало происходить Такое массовое Да Не редкое Явление Одноразовое Что-то серьезное Что приведет К изменению Баланса сил На карте Хотя ВГД Уже понемножечку Начинает проигрывать Как ты верно Отметил Нашли варды При помощи Зевса Насколько Хороший Зевс Герой Что позволяет Дивардить Так легко Да Такой план Рисуют По нижней линии Зайдем Там еще Они встретят Хорошую руну Очень приятную Для СВенов Такого Идеальную Просто И на самом деле Это потенциал Для захода Например Может быть По миду На Т2 Но пока Идут на ботом Пока план Отставляет свой Как и Хотели изначально Пойти по ботому Тут правда Пусто Команда Вич и гейминг Джейн на топе В полном составе Ну вот он Зевзает ультимейт Всех просветил Ребята понимают Что примерно происходит И начинают Просто бить крипов Что ж Вроде есть шанс Для смоука Все таки Здесь без ультимейта У нас точно Уже никак не просветят Ну и Намечается Небольшая драка А может быть И большая Посмотрим Пока пытаются Просто позиционку Нжей выбрать Видит прекрасно Шамана Который решил просто Стоять с суицидом Ставится Нимбус Водит прыжок Пока никого не видит Шейкер Прыгает вперед Шейкер Утап Пошел На слайм давит Но распирит Все равно Уже погиб Лич Также еле живой Лич пока живет Уже видимо не погибнет Погибает шейкер Погибает шаман Надо быстренько Разрушить варды Надо быстренько Убить Нимбус Снова больно Больно Бьет дело гост Нимбус убил Варды разрушили Тавр остался Лич на 97 хп Еще вид Одну цель Это Свен Пытается Свен убежать Нажимает Блокенбар Начинает бить Под бед Самое дело Это не хуже Чем Это Сумы нет У нас Свен уже убежал На целепорт И полетел на базу Не на базу На топ шрайн Полетел Для того чтобы Пофармить побольше У дума Очень плохой крип На 33 минуте Я могу понять Когда ты с кентавром Бегаешь Когда у тебя Стана в команде В команде нет Или у тебя Например Блинк Что ты можешь ворваться И сразу же Скастить стан Да А тут Не блинка нет И вроде бы Станов в команде Хватает У тебя и Свен И Шейкер И Шедоу Шаман Еще и Зевс может Также Сбивать Телепорты При необходимости Причем Он может Сбивать Телепорты Глобально Есть еще Персонаж Который может Сбить Телепорт Глобально По-моему Нет Ну нет Наверное Больше нет Стан На глобальном Расстоянии То есть Зевс Кастует Нимбус И сбивает Тебе Телепорт Нимбус Это штука Вообще Сильная Тут вопросов Нет Нимбус Очень приятная Способность Хорошая Способность Для макро Для макро игры И для тимфайта Просто вот Лучше не придумаешь Огромное количество Урона С 20 уровнем Зевс Будет Еще и Довольно таки Неплохо Ей дизейблить Потому что Нимбус Он часто Срабатывает Плюс ты сам Кидаешь верхнюю И В общей сумме Там получается Какой-то серьезный Стан Надо посмотреть Я уже не помню Там плюс 0.5 С таланта Ну и там Мини стан Есть у Самого Лайтинг болта Может он тут написан Через альт Не Через альт Не написан Довольно неплохой Такой спел Амплификейшн Кстати у Изевса У него базовый урон 350 на Лайтинг болте А за счет Линзы И интеллекта У него 391 То есть на 40 Дэмэджа больше За каждый Лайтинг болт Ну и Арклайтинг Тоже неплохо Бьет Вот она и бабочка Манки Кинга Уже готова Скоро будет урон 25 Как же он Новый нафармил За 35 минут Осталось лишь Заменить Аегис Ну и потенциально Может быть Сенжи Яши Где-то прям В супер-лайтгейме Там на Куинска Если ты ходишь Сюда Артфакт Типа Статов Сенжи Яши То Можем менять Но пока Об этом говорить Не стоит Пока Манки Кинга Так уже Но пока Свен без Марки Кинбара Конечно Трудно Пока Марки Кинбара Нет Марки Кинга Будут пробить Почти нереально Но вот сейчас Хороший шанс У ВГДжей У них Аегис У них Еще и сыр Должен быть Если я не ошибаюсь Да У Хвиста Своидоса Ставится Хроносфера Нападают На Свена Тут ставится Импус Но Свен Не переживет Эту атаку Гост зря Прожал БКБ Но он не видит Паники Он не знал Друг там Шейкер Друг там Шаман Лучше Лучше не рисковать При этом экзорцизм Остается Сен есть байбэк Надо быть к нему готовым А то вот Гост опять же Биллокимбар Но он с АХ С другой стороны Офисура Окей Хекс Врывается Воид Тайу дамид Дэлэйшн Дум Пока не может Ставать ультимейт Если к слайм А Шейкер По двоим Не совсем Шаман получает палку Шаман пойдет на один удар Шаман падает Гост идет дальше Сейчас потеряет свой Аегис Аегис теряет Дэс Профит Пытается просто уйти Врувается Сван Станнер Расперит Расперит Также падает Гост Манки Кинг Нужен ультимейт Обязательно Гост дать Манки Кинг дает ультимейт Но тут Нимбус Бежать трудно Урона много Пытается хоть что-то придумать Но верхний от Зевса И на этом закончен Манки Кинг В общем это было очевидно Что Санта может сделать байбэк Санта делал байбэк И все переворачивается Учитывая что Манки Кинг Без БКБ Был бы с Блокенбаром Сейчас скорее всего Мог бы драться намного лучше Ну это определенно Прожал бы Прожал бы БКБ По крайней мере он бы просто убежал После того как зараспавнился Ему бы ничто не помешало уйти А так он Появился после Аегиса И его тупо закидали нюками И он даже не смог В окон команды выйти Потому что его Зевс И Нимбусом продамажил И Верхний То есть и Чайником Тоже нормально все сделал Здесь В этой ситуации Мидер команды НГА Ну по крайней мере В ГДЖ ни одного своего байбэка Не потратили У них Есть возможность выкупа У Фейслос Войда У кого еще есть И все Искорт героев У Лича нет У ДП нет Манки Кинга тоже нет Угу Шиву собрал себе Дум Хороший артефакт Ну а брони все-таки не хватает обычно С этим артефактом проблема решена Клипа какого-то вот поинтересней Вот хотя бы Хотя бы Пурдж Сатира Маленького самого Чтобы Айс Армор Лича срезать Ну это же Правда очень полезно Да Станов-то вроде хватает Вполне себе С Вену тяжело пробивать Как бы Даже Ну ладно Ему не тяжело пробивать Ему просто может потребоваться На один удар больше Но учитывая Что конкретно в такой игре Один удар может значить Очень многое Если ты его например Дашь в Какого-нибудь Лича И просто его ваншотнишь Дополнительно Это было бы круто Вот поэтому надо наверное Либо Пурдж Сатира Либо Ну что-то хоть полезное найти Ну Он даже не старается Искать То есть не бегает По лесу дум Можно взять Крепа с Айс Армором Например Тоже неплохо Тоже неплохо То есть против Физического урона Дес Профит Против физического урона Фейс Лос Войда Айс Армор будет смотреться хорошо Да там есть Диффуза Но ты должен Заставлять соперника Как-то идти Диффуза тратить Чтобы он больше За драку Диффузов Прожмал Потому что в конце концов Они закончатся В один прекрасный момент И Варкрай Будет уже не Сдиффузить Фейс Лос Войда Решил покупать Аганим В этой игре Опять-таки Ему Не обязательно Собирать все артефакты На урон Мисклик от Манки Кинга Он прожал БКБ Под дабл дэмэджем Это очень плохо У него был Блэкинг Бар Тут можно было Такую драку намутить Крутую С этим дабл дэмэджем Но Без Блэкинг Бара МК уже никуда не пойдет Вообще что-то мне подсказывает Что команда ВГЖ В принципе никуда не пойдет Пока третьего Рошана не заберет Да У меня такое ощущение было С минуты двадцатых Когда вроде у них преимущество было Но они никуда не шли Сейчас вроде уже и преимущества нет По камере Войт Мы видим просил У Войда После блинка И диффузов Войт-бустер появился Там за минут пятнадцать Один артефакт по сути Точнее один предмет В инвентаре Ну а игра Так уже переходит Плавно в стадию Лейтгейма Селар Пытается дофармить Себя Шиву Эрспирит скоро будет С блиндайгером На топе Слушай, заметили Все-таки заметили Дума ставится Трансфера Но он сейчас Не справится Он сейчас получит В ответ Дума Ну тут приходит Манкетин Давит свой ультимейт Ну и Дума Отсюда уже Никуда не уйдет Был гем Поэтому что-то Лейтгейма Нажимать бесполезно Дума бы это Не помогло Окей Трансферы использовали У меня не будет полтора минуты Дума не будет минуту Вроде нарисовали Какой-то план В ЭГДжей Мол давайте Попробуем по центру Зайти Можно попытаться Развести Свена на пайбэк Ну или по крайней мере Сломать Д3 вышку Для того чтобы Потом разрушить Шрайны Это сделать Довольно важно Учитывая Какой план Наметили себе На игру В ЭГДжей Они хотят Рошана Третьего Забрать А чтобы это Сделать было проще Надо шрайны Разбить Ну а для того Чтобы разбить шрайны Надо сломать Т3 Очевидно Лич докачался До 20 левела Взял талант На ГПМ Сейчас у него Появятся артефакты Лич с артефактами Довольно страшен Хочу я тебе сказать Ну лич страшен Даже скорее Вот с 25 уровнем И этим талантом Вот это жесть Да Там Это броня На строение Плюс 35 Броня Это очень сильно Там резист Становится просто Нереальный Напомню Времена Когда урон брали Пали молнии И воевали нормально Это было Это бёрнинг Делал, да? Появился Ну конечно Бёрнинг На кэри Или там на мид Шел Быстренько Фармил себе уровень Был кайф Да я и сам так сделал На самом деле Но Это были Сомные времена В принципе можно Ну надо Мидасик Надо Мидасик Да Войд тоже Докачался до 20 левела Взял там Талант на ГПМ Многие смеются С воидов Которые таланты На ГПМ берут Какая у него Альтернатива 300 хп Ну вроде неплохо Да? 300 хп Реально круто Приятно Но Ребята 120 120 120 золота На воиде Который медленно фармит У вас нет Мидаса У вас нет Молний Вы просто бесцельно Бегаете по карте Дубасите Нейтралов Ну наверное ГПМ в такой ситуации Приемлем Как минимум Приемлем А как максимум Даже Рентабельней Будет Чем 300 хп Ты себе Эти 300 хп Можешь приобрести Легко При помощи Этого ГПМ Ну и вот он Смоук На твиче GamingJ Thunder Появляется У Свана MonkeyKingBar Байбэк Копонят Отзял Нет Там еще Штраф Висит По таймингам Сейчас главное Уйти всем на базу Появляется еще Рошан В придачу Ну и Смоук Также есть От команды NJ Ой может быть Очень интересно Ставит пока Личо в сентри Окей Где Войт Войт может Круто ворваться Войт пока не прыгает Дает прыгать Пока вне в кого Дестпрофит Эхо слайм От шейкера Войт погибает Просто в секунду Байбэк у нее нет Свен Блокенбар Дум Блокенбар Погибает также Ильич Очень больный Госту Гост один против всех Стоит Реген Это очень серьезно Как же там много Регена то было Минус 3 байбэков У команды NJ нет вообще Ни у кого А это все таки Два кора Плюс саппорт Экзорцизм остается Гост быстро фармит Змейки Да как же Силен Манки Кинг Ультимейт Это просто Нереально В пенале Два кора Пенал Свен Пенал Дум И они погибли Просто в секунды Я уж подумал Что после такого Врыва От шейкера С его эхо слэмом После того Как забрали Фейслес Войда Не дав ему Скастовать хроносферу Все ВГД Тут обречены На плохую драку Но Манки Кинг Так не думает Манки Кинга Действительно урона много И почему Ребята отходят Там Целых 30 секунд Есть для того Чтобы забрать Т-3 вышку Ну Необоснованное решение Мне кажется Вообще Теперь еще Несетаник У Манки Кинга Это Это жесть Теперь он так будет Отъедаться Да Нафармил Все Это 6 лотов Ну ладно Окей Санжелешно Говорит Что может заменить Но в целом Все Маркетинг Уже готов Просто идти Драться 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 Бесконечно Шейкер Может купить Shadow Blade Но понятное дело Нужно оставлять Денежки На Байбэк Байбэк Сейчас ключевой момент Но Вичи Гейминг На Рошана На Рошана Ребята Нужно идти Конечно Рошана Аегис Да Сейчас Когда Соперник Уже Зараспавнился Наверное И правда Самым правильным Решением Будет Пойти в Рошпит Ну или Сначала Может быть Т3 Как-то Аккуратненько По милу сломать Потом Шрайны Разбить Но Вот в той ситуации Когда Дэс Профит Осталось Живым Вместе с Манки Кингом Там уж Наверное Точно Точно Можно было Зайти На хайграунд Против Зевса И Эр Спирита Эр Шейкер Точнее Эр Спирит Играет за Команду В ГД И в тот Момент Он находился В таверне Идут В Рошпит Видят Рошана Готовенького С сыром С Аегисом Все как Положено Но Забирать Пока Не торопится По крайней мере Пятером Только Один Манки Кинг Бьет Да Побоялись Бить Рошана Так А я вижу Что У нас Шэдоу Шэдоу Немножко Непонятное Решение От Шэдоу Шамана Двадцатый Уровень Он берет Шэклз Дурэйшн Да я уже Вижу Где он Восемь секунд Стоит И держит Кого-то Шэклз Это вообще Странно В принципе Восемь секунд Редко Такое редко Да и Обычно Хватает Хватает И Пять Хекс Плюс Пять секунд Шэклз А тут Ты еще и Аганим Купил То есть Ты Не просто Четыре Варда Получаешь Ты получаешь Четыре Аганимных Варда Это Очень много Урона Странно Все 40 минут Все 40 минут Фармить себе Аганим Чтобы потом Взять Не синергирующий С твоим Решением Талант Расфер Не самая Лучшая Погибает Войт Шаман Живет Дум На Манки Кинга Кастуется Но правда Дум Кстати Сморовал Аегис Сморвает Свен Окей Хасла Месть От Шейкер Манки Кинг Стоит до конца Войта Все-таки Погибает Сотаник Нельзя было Никим образом Нажать Падает Шейкер Деск Работают Сифоны Свен Поднимается В Юл Свен Пойдет Ленератор Нет Получает Сифоны Получает Шива Выкупается Манки Кинг Падает Все-таки Расперед Падает Ча Правда Зевс Но Сам Уйти Скорее Свою Не Сможет За ним Погоня Бесконечна Будет И Зевс Просто Динается Бладстоуном Ну что ж Есть Байбеки У Нжей У Свена У Зевса Скорее Всего Придется Их Делать Тут Башня Падет Хотя Пока Работает Бэкдор Но Марки Справляется Хекс Связка Вот Ой Какая Сверточка 8 секунд Тарарай Тарарай Пам Пам Но Дэмэджа не было В Death Prophet Никто Выкупаться не хочет Monkey King Бэкдор Протекшн Не пробивает Сыр Еще Сохранился У МК Каким-то Образом Doom Просто Зашел В Рошпит И Своровал Аегис Вот Я тоже Не понял Этого Момента Ну или Там Он на Блинке Ворвался Но Мы видим То Что У Госта Просто Не было Слота Чтобы его Забрать Судя по всему Он почему-то Не Удосужился Переложить ПТ Все-таки На такой Минуте Против 25 Левельного Monkey King Очень тяжело Ворваться В Рошпит Своровать У него Егис Да У него Все-таки И палка Есть Там Можно Было Вукон Команд Разложить Чтобы Сбить Блинки При Необходимости Короче Решений Было Много Всяких Разных Которые Не позволили БНГ Просто Своровать Аегис Но Ни одну Из них ВГД Не Использовали Солар Крест Появляется У Лича Как там По Monkey King Бар Мы видим Что у Свена Наконец-таки Появляется Monkey King Бар Хорошо Что он Не стал Бладторн Делать Он сначала Бладторн Хотел Но Там Все-таки БКБ Есть У МК Если Ты Бладторном Попадаешь В Монки Кинга Который Еще БКБ Не использовал То Считай Что Ты Его Убить Потом Не Сможешь И Он Костанет БКБ Дбав Спадет С него И Ты Не Будешь По Нему Попадать Просто В Баб Ну Вот Monkey King Решил Дальше Покупать Собе Гиперс Гиперстоуны Решил Купить Чтобы Моншарны Сделать У тебя Тоже Подвисает Да Игра Ну Да Временами Бывает Ну У меня Прям Прям Совсем Вот Именно Сейчас Временах Китай Вспоминает Вчера У меня В один Момент Подвисло Тоже Но Это Не Критично А то Бывает 40 минут Подвисает Вот Это Критично Это Неприятно Ой Зевса Фрешер Купил Ну Теперь Будет Вообще Весело В драке Если Удачно Поставить Нимбусы Зевса Вообще Будет Клево Черт Эти Ультимейты Главное Это Нимбусы Конечно Удачные Пал Шрайн Первый Шрайн Упал У команды NGA Так Я думаю Реконект Есть Да Давай Реконект Я думаю Держи В курсе Да Буду Держать В курсе Ну Ставят Змейки Шаман Вот так На Т3 Т3 Башня Практически Пала Окей Ставят Еще Нимбус Т3 Башня Должна Пасть Даже Глип Не Спас Да Башня Пала И Делает Сван Делает Дум Дум Планирует Также Взять Себе Рефрешер Ну Я Реконект Нулся Но У меня Вообще Все Повисло Вроде Вроде Все Расчехлилось Более Менее Деспрофит Покупает Себе БКБ Уровень 25 Плюс 8 Дух К Экзорцизму Добавилось Ну И Такое Ощущение Что Вич Гейминг Джей Готов Ждать Еще Одного Рошана Потому Что там Байбеки Уже Есть Как-то Страшновато Ну Видишь Да Пока Ты не будешь Уверен В том Что ты Хорошо Подерешься На Хайграунд Ити В принципе Не надо Просто Понимаешь Как бы В чем Загвоздка ВГДжей Были Сильны На этой Карте В самом Начале И Они Могли Не Поставить Себя Вот В такую Ситуацию Где Каждая Ошибка С их Стороны Может Привести К тому Что Они Игру Проиграют А в итоге Так и Получилось Ультует Зевс Находит Деспрофит Успеет Дум Повесить Свой Тиммейт У меня Просто Один Сплошной Лаг Пошла Харнасфера Стоит Но Харнасфера Особо Не дала Никакого Импакта Деспрофит Просто Идет Вперед Дум Пока Ультимейт Никого Не Кастует Сайлар Сван Нажимает Блэкенбар Пытается Хоть что-то Сделать Палка Залетает Шаман Шаман Погибает Гост Идет Дальше Гост Пока Не Кастовал Свой Вухом Команд Можно Это Делать Прямо Сейчас Разрушили Дерево Как же Неприятно Анкинг Стоит Вообще В драке Ничего Не Делает Сван Тем не Менее Погибает Дум Поправляется В Юл Получает Дефуза Получает Чейн Фрост Получает Булыжник И погибает Также Это Минус Три Без Потер Вичи Гейминг Джей Тандер Ну а уже Вичи Гейминг Джей Заходит На Бараки Да Байбэка 2 Мы видим Шейкер Откидывается Фиссурой Посмотрим Отойдут ли Вичи Гейминг Или продолжат Своё наступление Дальше Все таки Они потратили Все что Можно Кроме Вухом Команд Вот такой Вот врыв Есть Окей Есть Дум Есть Стан Но Честно говоря Не знаю Войт Талия Это цель Только Трансфера Он есть Манки Хинг Дает Вухом Команд Просто Отходят НГА Подальше Толку От ультимейта Манки Кинга Никакого Нет На Дум Развели Войт Должен Жить Да Останется Там 200 ХП И Он Выживет Очень Обидно Получилось Еще и Дум Потратили Только Что НГА Использовали Два Байбэка И Дали Довольно Так Важный Скилл Да Сейчас Может Двигаться Через Да Тут уже Точно Не В игре И Закончить Эту Карту То есть Шанс Сейчас Прям Огромный Даже Без Рошана Рошана Это Уже Особо Не Нужен То есть Манки Кингу Все равно Классить Некуда Егис Но Там Врыв На Свена Который Пошел Фармить Где же Манки Кинг Здесь Манки Приходит Манки Кинг Сможет Любить Свена Свена Очень Больно Сможет 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 Какого Нибудь Шаду Шамана Сможет Сможет Шаман Так Так Он Руками Убивает Эээ Чтоб Палку Не тратить Понапрасну Трансфер Распоро Поец Хаслоем Хорош Отшекер Платра Емфи Суропо Четыре Врывается Дальше Сюда Еще Дум Сюда 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 Друзья Ой Там Было Бы Сочно Свена Нет Свена В таверне Просто За этим Всем Наблюдает Балка Вот Она Залетает 1774 урона Погибает Дум Также Который был С байбэха И Все На этом Эта карта Завершена Тут Можно Оставаться Просто И сносить Все Что только Видят Вичи Гейминг Джей Тандер Ну Топ Только Не снисти Не важно Топ Только сломать Не получится Потому что Там Т2вовышка Стоит Можно Попытаться Забрать Вторую Линию И Зайти Например В трон Что там Порошану Я Реконектнулся Поэтому У меня Тайминг Хорошо Не отображается Порошану Скоро Узнаем Когда он Появится А он Еще Не пробовал Тайминг Не откатился Нападают Бараки Понятное Дело Один За одним Манкикинг Очень Ловко Лупит Могли И в трон Пойти Решили Так Сыграть Наверочку Не рисковать Правда Игра За счет От этого Затягивается Понятно Что Нжей Пока ГГ Писать Не будут Хотя Уже Понятное Дело Перефарм Увичи Гейминг И просто Огромный Манкикинг Себе Уже Скоро Купит И Манту Стайл Там Рецепт На второй Травла Травла К нему Летит Профрешер Появляется Удас Профит Ой Ой Жесть Ну да Сфакто Все-таки Накупили Удас Профит Теперь Два экзорцизма Два Блэккинг Барок То есть У НГА Не будет Возможности Как-то Знаешь Перетерпеть Хроносферу Перетерпеть Экзорцизму Потом Подраться Им надо Будет Сразу Сражаться Им нужен Хороший Ульт От Дума В Дэс Профит Скорее Сего Ну Или В Манкикинга Не знаю Кого он Там Захочет Свою Ультимейт Скастовать С другой Стороны Как У Манкикинга Так И у Дэс Профит Есть По Байбэку Поэтому Эта ульта На думе Может Скастишь И Убить У тебя Получится Однако Вот Потом Игрок Выкупится И второй Раз Его убить Уже Будет Сложнее Значительно Сложнее К тому же Тут еще Падает Очередной Рошан С Аегисом И сыром Интересно Кто же Будет Забирать Слотов Нет у Манкикинга Аегис Достается Фейслосвоиду Сыр Лежит Бесхозный Никому Ненужный Наверное Личом Надо бы Хотя бы Забрать Эх Всем Наплевать По-моему Вообще Там У Лича Появляется Серебральное Настроение Не знаю Нужна ли Она Конкретно Такой Вот Может Быть НГА И Не дойдут До Хайграунда Есть Подозрение Что Малвер Это Лигис Сфера У Лича Готова Да С другой Стороны Кнопки Которые Только Могли Не используя Правда Дум Все остальные Были Потрачены Ультимейты И может Быть Даже Без ДП Пойдут В атаку Ребята ДП Может Выкупиться Там Ни БКБ Ни ХСЛЭМ Ни Скиллов Крутых Не осталось Только Дум Все Палка Шамана Этого Урона Не хватает Мак Скин Май Блакенбар Ой 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 Ошибается Ошибается Грубейшим Образом Спайс Освоит Благо Хоть и все Гоним Поэтому Кулдаун Ультимейт Не так уж и Большой Манка Кинг Уходит Назад Ширайна Пока нет Сатаником Просто Сам Отъедается Ну и Все Будут Теперь Деспрофит Ждать Точно Деспрофит Появится Думаю Еще не будет Где-то Минуту Времени И Как раз Будет Вариант Пойти Ну Анджей Понимает Что нужно Действовать Радикально Единственный Вариант Это Пойти В атаку Самим Сейчас А не Ждать На базе Пока Противник Придет И начнет Здесь Сражаться Есть Скан Лича Могут Убить Но Правда Тут Манки Кинг Рядом Расперед В принципе Пока Идут Ребята Просто По Миду Боэт Боэт С Эгисом В принципе Будет Время Чтобы Прилететь К нему Помочь Пока Пока НЖ вообще Никого Не Находят Они Немножко Неудачу Триторию Выбрали Они бегут В спину Игрокам Из ВГД Они знают То что Те будут Пытаться Сломать Последнюю Сторон Они хотят Тут Кого-то Принять С тыла Но Они Какую-то Слишком Большую Дугу Накрутили Если Пошли Просто Вот так Да С этой Стороны То Они Точно Напали Точно Напали И Точно Кого-то Вот ВГД Зандер Попытаются Ребята Закончить Игру Сейчас Зевс Хочет Ультануть Но не Делает Этого В конце Концов Делает Понимает Что Команда Соперников Смоуки Надо бы Зажаться Но Шейкер Здесь Оказывается Сморен Шейкер Успел Уйти Окей Экзорцизм Адос Профит Он сразу же Перемещается На топ Дума Еще нет 37 секунд Свен Врыв Трансферу Пока поставить Войт Не может И Очень круто Получается Манки Кинг Погибает Моментально Делает Бэйвэк Но надо Поставить Трансферу Куда Хоть Куда Ставить Трансферу Попытку Бить Свена Манки Кинг Кружит Манки Кинг Здесь Сбуден Команд Пошел Свен Должен Погибает Свен Без Бэйвэк Шейкер Выкупаются Флингер Свера Висит На Фесс Войде Падает Т3 Башня Без Свена Драться Трудно Без Свена Драться Практически Нереально Хас Слэм Врыв Только на Одного Манки Кинга Но этого Может Хватить Манки Кинг Или Живой Сатаник Нужать Не успевает Манки Кинг И не пут 30 секунд Это Небольший шанс Пропадает Айгис У Фесс Войда Экзер Нажимает Еще один Два Барака Стоит Команда НЖ Два Барака Стоит Абой Тайм Далай Еще Враж На Шейкера Шейкера Убить Пока Не получается Падает Шаман Моментально Далай Байбак Падает Шейкер Он был Байбака Уже Больше Не выкупится Дум Уходит Просто В невидимость Ставится Нимбус На Деспрофит Деспрофит Нужна Помощь Деспрофит Больно Но Будет Видимо Жить Магнетайз От Арспирита Падает Арспирит Сам От Верхней Бараки Не разрушена Сайлор Стоит До Конца Но Видимо Не сможет Бараки Забрать Врывается Шаман Связка На 8 Секунд Подъезжает И Чайник И Чайник Залетает Падает Шаман Оставится Лишь Один Зевс И Бой Бой В атаку Начинает Драться Есть Хроносфера Можно Ее Ставить Можно Не Жалеть Да Хроносферка Пошла Надо Бить Слушай Урона Так Притык Прям Хватает Ну Еще Не Факт Что Хватает Даже Приходится Уйти Он Решил Не Траться Здесь До Ну И Пока Пока Сохраняет Басу Свою На Джей Войт Уже Может Себе Позволить Купить Рефрешер Только Вопрос Хватит Или На Пайбэк Ему Не Хватит Надо Еще Немножечко Подфармить Если Мне Не Изменяет Память Рефрешер Стоит 5200 Да А у Него Сейчас Вот Он Забрал Баунтиру Но Стало 5500 Все В Порядке Сейчас Ему На Байбэк Точно Хватит Только Вот Слот Надо Освободить Казалось Бы И Гем Неплохо На Фейслос Войде Держать Потому Что Его Так Просто Убить Не Получается У него Есть Тайм Дилейшн И Хроносфера И Тайм Волк Тайм С дополнительным Ранжем Плюс 600 Не знаю Я удивляюсь Что Войде До сих пор Не купил Себе Какую-то Линкенсферу То есть БКБ Линкенсферу Нажал Пошел Драться Ничего Не боишься Ну Не боишься Дума Точнее Вроде Такой Вариант Тем более На Войде Привычный Всеми Линкенсфера Не знаю Лично Меня это Немножко Удивляет Нотаги Рефрешер Готов Окей Рефрешер Есть Скальзю Манки Кинга Место Видимо Сенжин Дьяши Есть Я об этом Говорил Говорю Что Наверное До этого Не дойдет Но Как же я Ошибался Тут Тут даже Не вместо Сенжин Дьяши Тут вместо БФ А Даже Так Да БФ Судя по всему Манки Кингом Покупается Исключительно Для того Чтобы Просто Нафармить Быстро Потому что Пока Мы видим Что Топовую Строчку По Нетворцу Занимает Именно Манки Кинг Ну да Представь себе Манки Кинг Который Быстро Прыгает По деревням Фармит Пачку Крипов С БФ Невероятно Ловко Он даже Свена Обгоняет Причем Намного Обгоняет На 6000 А как правило По скорости Фарма Крипов Со Свеном Мало кто Может сравниться Да Вот вроде Уже Броня Лича Выглядит Поинтереснее Потому что Не могут Закончить Вичи Гейминг Джей Тандер Игру Эту Чёртову Уже Столько Было Вроде Как Вариантов Ченоми Ц30 Но у них Никак Не получалось Действовали Они Временами Немного Пассивнее Чем Должны Были Но Сейчас Вот снова Попытка Надо Переключаться Наверное Уже На Байбэк У Свена Байбэк В команды NGA Поэтому Будет Не проблема Вернуться В драку У Манки Кинга Как мы Помним Байбэка Нет И не будет Его еще Долго 3 минуты 40 секунд Идут Идут Понемногу Манки Кинг Пока Курьером Летает Где Вет Ультимейт В рейфах А слэм Есть У попытки Убитность Профида Падает Секунды Ставится Трансфера Приход Еще Одна Будет Трансфера Пошел Палка Пошла По-троим Хватит Урона Урона Много Дум Еле живой Дум Должен Пасть Дум Падает Свен Еле живой Свен Также Должен Погибнуть Свен Падает Вкупается И Дум И Свен Выкупается И Войч Выкупается Дест Профит Можно убить Шамана Шаман Еле живой Шаман Падает Дум Остается Со своим Ультимейтом Но вот Трансфера Нет Все они Были Использованы И Хрансфера Две Прям Крайне Были Полезны В этом Моменте С одной Бы не Хватило Урона Ну а то дальше Что Байбеки Прошли Оставаться Здесь Опасно Ультимейтов Нет Ничего Нет Ну правда Войда ДД Но это Такое То есть Вообще Ничего Нет Ребят С другой Стороны Там всего Три Игрока Может быть И без Скиллов Смогут ВГД Хорошо Подраться Ну вот он Выходит Выходит Без профит Врыв на Девса Стана Свена Можно убить Войда Войда Или живой Не успевать Сделал таймволк Он без байбека Господа Сатаником Отъедаться Получается Это очень круто Делать Свену больно Свену без Блокенбара Свен получает Чайник Свену просто Нереально Больный И много урона Получил Палка мимо Но что самое главное Убили Свена Скоро поэта Шейкер Тут стоит Нимбус До сих пор Живой Еще и Зевс Покупает Сверхпирит Просто какая-то Нереальная Развязка Этой карты Господа Продолжает Просто бить Брак Лип Есть у команды Энжея Он используется Господу Нужно отойти Назад На какое-то время Пытается Лич разрушить Нимбус Вместе С Деспорфита Получается Сделать Лич Уходит На форстафе Зевс дальше Артлайф Не закинул Верхнюю Дал Делает Убийство Уже имеет Год лайк Стрик Ну и все Назад Тебе получилось Тебе в этот раз Ого Жесть Да ребята До того дотянут Что Рошан Очередное заспавнится У нас сейчас А уже все Уже думаю В этом и идее есть Рошана дождаться Без него уже Идти не надо Сейчас байбек Есть только у Зевса Это шанс Для ВГД Все-таки Закончить игру Я не знаю Не надоело ли им Еще играть Выигранную игру С 15 минуты Но надо все-таки Попробовать Чуть меньше умирать Чуть больше делать И не стесняться Забирать бараки В топе Смоук активирует Радиент Сами судя по всему Хотят забрать Рошана Там Нимбус Был в Рошпит И Не заметили Там Рошана Лига Ну его там не было Имеется ввиду Сейчас он уже Должен появиться В ближайшее время Шикер посмотрел Если что-то вообще В Рошпите Никого-то не увидел Ничего там Даже более того Не увидел Даже Рошана Самого Но он Скоро прям совсем Должен скоро Заспавниться Через 5 секунд Да, нужно быть аккуратнее Все-таки Байбеков нет Там таймер Еще на Еще очень много времени То есть у того же Манки Кинга Байбек уже скоро Появится Буквально Остается Полминутки И он придет В драку назад А вот уже Свен Вместе с Думом Нет Ну и в целом Пока байбек только один Тут начинается Небольшая драка Это слэм просто От шейкера Хроносфера ставится От войда Отлично Хроносфера Минус раз Минус два Байбеков нет Ребят Можно нажать Рефреш Можно его в принципе Не нажимать Если он не пригодится Вот конкретно Вот сейчас И дождаться Хроносферы Просто С обычного Кулдауна И можно идти Нет Все таки прожимает Аегис не нужен Да Нажал рефреш Окей Покупает шейкер Байбеков не только-только появился Вот только-только штраф откатился И Четвером будут защищаться НЖА Дум конечно был бы очень важен Именно его способность ультимативная Ну давайте смотреть Глифа нет Глифа еще нет Без половины минуты Бараки падают очень быстро Рефреш Сайлор Еще один экзорчизм Поехали По новой Что делать Все Стоим трон Дефим Как я понимаю Ну знаешь Со Свеном и Зевсом Наверное Трон задефать Можно Даже против мега-крипов Только вот что будут делать В этой ситуации в ЭГДжей Вот в чем вопрос У них вроде бы Есть возможность Этот трон сейчас разрушить Экзорцизм был прожат По Даркейн руной Соответственно следующий Будет достаточно Здоровый Брайк на Манки Кинга Манки Кинга Отлично сэйвит Расфирит Падает все-таки Войд Манки Кинга Отходит просто назад Здесь профи Сбывательненько Сверху дают верхнюю Как же хорош Зевс Как же много урона Он выдает Просто жесть какая-то Ну и ДП Телепорт на базу Там вот бить нельзя было Никак Просто нечем Шаман в погоню Лич возможно не уйдет Форстап через секунду Успеет ли его нажать Форстап нажимает Верхнее плечо Манки Кинг здесь Манки Кинг здесь Вухой команды Успевает Отличный хекс От шамана Еще и дерево По-моему ломают Сталкивают просто подальше Манки Кинга Манки Кинг живет Рф говорит Нет Сбивают Никаким сверху Личью Его так же убивают Так-то вдвоем Защищают базу Там трон Там трон горит Там уже просто Трон горит Это еще только суперкрепы Подошли Сейчас подойдут Мега-крепы Их деф будет сложнее И они будут быстрее ломать тебе базу Да, Севену, конечно Криты не помешали бы Он до сих пор бегает С этим Момом У него есть Муншард У него есть Кирас У него скорость атаки И так Более чем высокая Ему надо демэдж Приобрести Да, ну и карта Конечно Шестьдесят девятая минута Игры уже идет Самое любопытное Как я сказал То, что эта карта Вроде как была выиграна Уже на пятнадцатый Но Личи гейминг Джей Тандер Не использует преимущества Вообще Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Нашли Манки Кинга Нужна помощь ему Его закрыли по капюсуре Начинает просто бить Шейкер Шейкер отходит на форстафе Подальше Дум получает Манки Кинг Пытается на разворте бить Свена А стоит пока под шрайном Манки Кинг Нужно переждать этот момент Приходит Дум Приходит Зевс Верхняя Уже погиб Манки Кинг Сразу же выкупается Воет Телепорт Врыв на Дума Дум под сифонами Дум под башами Есть тайм-далейшн Есть палка Погибает Дум Дума не будет 100 секунд Идет Воет Дальше Есть хроносфера Надо бы ее поставить на Зевс Это было бы идеально Хроносфера ставится Зевс Выживет или нет Шейкер из фиссура Фиссура дает Сифоны работают Зевс пытается уйти У нее если что Есть платон Да и появится он моментально Учитывая, что такая минута 12 секунд Все, он будет снова Ему даже выкупаться не придется У нее было 29 зарядов в лотоне Остается 19 Огромное количество просто Сайлор Экзорцизм Мега крипы Поехали Все вместе Блэкинбар И просто битрон Есть глиф у команды NGA Нужно его использовать Будут только Представить такая возможность Этот трон падает очень быстро Хроносфера ставится на Зевса Зевса Пытается бить 1-8 Скорее просто выигрывается время Драгоценное время Чтобы быстро битрон И трон упадет Да Замечательная развязка Просто гениальная карта Как и все в этом регионе Которые проходят Но здесь, конечно, очень странно Ведь в гейме NGA Тандра показывали себя в мид-гейме Просто перестали драться В принципе Пошли фармить И дали NGA необходимое пространство Они его получили И чуть не совершили камбэк Да в принципе в один момент и совершили Если взглянуть на графики Финальной статистики То там был момент Когда был перефарм На 20 минуте в 10 тысяч А потом бац и ноль То есть там драки вот эти были Где ребята проиграли Но все равно Да, любая Любая ошибка В гейме NGA В такой игре Могла бы привести к тому Что они